Ильяс приехал Сынок, папа приехал Иди ко мне Идем, идем, мой дорогой Вот так Проголодался? Выпьешь молочка? А сие нет? Она занята в доме Послушай, Ильяс, не смей закатывать скандал Это очень нехорошо Я не собираюсь закатывать скандал Я побуду с сыном и уеду Я хочу поговорить с тобой кое о чем Мне нужен адрес семьи Которой Нермина отдала дочку Хоть режь меня, но я не скажу, где она К тому же Нермина обозналась Они даже не живут здесь Послушай меня, Ильяс Нермина в свое время сама упросила меня Она доверилась мне и отдала ребенка Я теперь не могу переворачивать жизнь дочки с ног на голову К тому же эта семья взяла ребенка Зная, в каких условиях его родила мать Они сказали, что возьмут его Даже если он окажется больным Окажется недоразвитым или инвалидом Взяли и воспитывают его как родного Им улыбнуло счастье Ребенок абсолютно здоров Разве можно так поступать с ними? Оставь меня в покое Или я за себя не отвечаю Тетя Я знаю, как заставить тебя говорить Поэтому лучше расскажи мне по-хорошему, ясно? Нермина убита горем Из-за разлуки с ребенком она стала наркозависимой Что может быть важнее? Ребенок Дети важнее всего Я в ответе за этого ребенка Нермин взрослая женщина Ну что ж, ясно Хорошо Какие-то проблемы, Мрямон? Скоро у вас будут большие проблемы Что ему нужно? Приехал повидать сына Выговаривал за то да за это Нахал Тебе не обязательно прятаться, потому что я приехал А мне не обязательно видеть тебя Ильяс Ты разговаривал с Хелин? Нет А что случилось? Я звоню, звоню, не могу ей дозвониться Что у нее случилось? Ее секретарша не знает Я позвонил ее помощнице по хозяйству Та сказала, что Хелин заболела И поживет дома у себя в Стамбуле Я очень беспокоюсь Может она заболела и поехала в Стамбул к врачу? Погоди, я позвоню Все выясню На данный момент абонент недоступен Нет Наверное, что-то плохое Она мне на днях намекала на это На что намекала? Ребята, она случайно не заболела чем-то серьезным? Прекратите нести чушь Это на нее не похоже Не предупредила, не позвонила Сибель, поклянись мне Ты точно ничего не знаешь Нет, мама Ты сама видела Я звоню, но она не отвечает Я тут подумала Ее нет с самого утра Я не заметила Из-за забот с тобой Мама А что если Она опять за старая? Упаси Аллах Я позвоню Заферу Сибель, даже не вздумай звонить Только его нам не хватало Он полицейский Он в два счета найдет ее Что там случилось так поздно? Слушаю, Сибель Что? Ладно, ладно, хорошо, я понял Понял, я поеду и поищу ее Ладно Нет, нет Она мне ничего не говорила Не звонила мне Да ты что? А перед уходом что-нибудь сказала? Мы не видели, как она ушла Сегодня мы ездили к врачу на прием Мы торопились и упустили ее из виду Зафер Язык не поворачивается сказать Но если сестра так уходит Она обычно уже не возвращается Что случилось? Нермин пропала Что значит не вернется? Что значит не вернется? Я переверну страну вверх дном Но найду ее Не беспокойтесь Хорошо, хорошо Так, если она объявится Звоните мне Пока, до связи Сынок Мама, мне пора Сынок, что случилось? Кто опять пропал? Никто, мама Никто Это Сия? Она снова сбежала Эта девчонка сбегает Даже оттуда, куда сбежала Нет же, никто никуда не сбежал Занимайтесь своими делами Никто не сбегал Я поняла Опять пропала эта наркоманка И они надеются, что ты ее найдешь Сынок, это хорошо, что она пропала Оставь ее Это потом выйдет тебе боком Прошу тебя, не уходи Ты же говорил, что станешь главой полиции Не впутывайся в это дело Держись подальше от этих дел У тебя совсем голова не варит Папа, хватит Плевал я на этот пост Не хочу я его Надоело Зафер Молодцы У меня нет слов В этом доме все отбились от рук Одна живет с младенцем у рыбака Другой бегает за маньячкой-наркоманкой Я поражаюсь тебе, папа А что мне делать, дочка? Бегать за ними с тростью и бить их? Взрослых людей? Ты думаешь, я был в восторге, когда ты порезала ножом своего мужа? Прости, господи Тоже мне Папа Вы вдвоем в доме Вы не слышали, как она уходила? Сынок, это вы у нас, мастаки, прошмыгнуть Мимо нас избежать Утром от тебя и след простыл Наша инвалидка прождала тебя Благо Дахир подоспел и отвез нас в больницу Мама Она не инвалид Пожалуйста С ней опять что-то приключилось Нермин Где ты пропадала с самого утра? Что ты пила, Нермин? Чтоб тебе пусто было Нермин Мама, помолчи, тише И не подумай Молчи Идите, идите Сестренка, все хорошо Тише, успокойся Давай поднимемся в твою комнату Идем Осторожно Нермин Ах, Нермин, ты убьешь меня Все хорошо, сестра Проходи Ильяс Идем, идем Садись Вот так Ильяс Да, сестренка Мне очень плохо Я так не могу Ладно Потерпи немного Немного Потерпи Сестра Ты слышишь меня? Я сегодня ездил к тете Марьяман Зафир звонит Ответь ты Он столько раз сегодня звонил Скажи, что я в порядке и сплю Пусть не расстраивается Ну где же ты? Не отвечает Где ты? Нермин Ты где? Это Ильяс Зафир Сестра пришла домой Могла бы и перезвонить Я который час ищу ее по улицам Куда только не заглядывал Где она была? С ней все нормально? Нормально Нормально Она немного выпила Что? Наверное, сказались лекарства Ну дает Ну дает И ты молодец Теперь гордись собой Хорошо? Я тебя поздравляю Не заботься о своих близких Не заботься о них Они так все по одному Отправятся на тот свет Дай телефон Нормин Я поговорю с ней Нет, нет Завтра поговоришь Она уснула Ильяс Дай трубку Нормина Слышишь? Алло, Ильяс Я его придушу Сестренка Тетя Марьяман Ничего не говорит Но я придумал Один способ Я найду твою дочку Только ты дашь мне слово Ты больше не будешь Падать духом Ладно? Я только издалека посмотрю Просто взгляну на нее Поверь, Ильяс Ладно, ладно Засыпай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ильяс Что случилось, сынок? Ничего Просто выпила Все нормально Она только алкоголь пила? Да, да Какое счастье Легко отделались Сынок, теперь с нее нельзя спускать глаз Хорошо, мама Ильяс Ильяс Ты нашел деньги? Доктор назначил прием через три недели Пятнадцать тысяч нужно на операцию Пятнадцать тысяч на лечение после операции Но она будет последней После этого моя дочка встанет на ноги Так я и поверила Так и будет, Сибирь Пусть не верит, если не хочет Как встанет на ноги, так и поверит Ты главное, деньги найди Тахир говорит, что найдет деньги Сынок, прошу тебя Не вынуждай нас брать у него три копейки накоплений Вы открыли такой крупный бизнес Мы же не можем просить деньги у работающего на нас парня, Ильяс Мама, да что с тобой? Что с тобой? Это Тахир тебя так настраивает? Ты постоянно твердишь одно и то же Хватит! Он сам выпроводил меня Сказал, занимайся своими делами Эта мастерская больше не прокормит дом Просто нет слов Из-за этой Айчи Тахир изменился Он, как и его жена Любят раздавать другим советы Ильяс, больше нет никакой Айчи Какая Айча? Он выгнал ее из дома Это он тебе так сказал? Не сказал, но надо думать Неужто он будет ходить рогоносом После того, как ее застукали с Усманом? Ильяс Или эта женщина до сих пор не ушла? Вот глупец Я найду тебя Скоро ты будешь жить вместе с Мимо В нашем доме Доброе утро Идем, сынок Садись Ты завтракал? Завтракал, завтракал Я кое-что принес маме Фатма Для Сибель Что это, сынок? Исключено, Тахир Если это не прибыль от СТО То я не могу их взять Это мои личные накопления Бери, говорю Тахир Ты годами собирал По копейке Во всем себе отказывал Я не могу их взять Забери Ильяс решит проблему Где Ильяс достанет деньги? Это болезнь С ней шутки плохи Сибель мне как сестра А на кого еще, как ни на нее Я потрачу эти деньги Смотри, парень отдает нам деньги Из собственных сбережений А ты нас даже в больницу Не соизволишь отвезти Держи Ильяс сам достанет деньги Мама Фатма Молча возьми деньги Они мне ни на что не нужны Держи А может они нужны твоей жене? Какая жена? О какой жене идет речь? Тахир Неужели ты не выпроведил ее? Я все разузнал, мама Фатма Айча ни в чем не виновата Она не уйдет Тьфу, на тебя Заставила меня быть им должной Еще главой семьи называешься Я приехал к Нормину Как она? Все нормально Она спит Я не смог до нее дозвониться Решил навестить Поэтому приехал Хорошо, проходи Ладно Слушай, ты бы это Поговорил бы с мамой Я не хочу их беспокоить Волков боятся в лес не ходить Проходи Что хотела? Да я... Я пришел по делу Встретил Ильяса Поговорил с ним И уже все решил Только тебя не хватало Мало мы терпим От твоей сестры Чем больше я пытаюсь Избавиться от этой семейки Тем они становятся Еще наглее Достали Пойдем, дочка Ты замерзнешь на холоде Госпожа Хелина у себя? Она в Стамбуле Ты с ума сошла? Ильяс? Проходи Где ты была? А что? Что не так? Мы с ума сходим От беспокойства Ищем тебя второй день Тебя нигде нет Что происходит? Ты беспокоился обо мне? Ну, конечно Ты знаешь Человек нуждается в других Особенно во время болезни Я всегда была сильной Одиночество Мое кредо Но в последние дни Я стала задумываться Почему я такая одинокая? Вовсе ты не одинокая Есть я Расскажи, что происходит Я больна Послушай Врачи даже Не берутся лечить меня Они сказали Проведите остаток жизни в покое Мы не будем Мучить вас Что? Послушай Об этом никто не должен знать Хорошо? Это останется между нами Никому не говори Пока я не подготовлюсь Или я погибну Моя компания Кормит стольких людей Они не должны знать Понятно? Ты должен поклясться Ты будешь молчать Будем знать только мы Это наша тайна Хорошо? Хорошо, хорошо Да забудь ты пока о других Я ни с чем подобным не смирюсь Нет Всегда есть выход Мы поедем в Америку Мы что-нибудь предпринимем Обязательно Мы связались с их врачами Это займет пару месяцев Давай успокоимся, ладно? Я просто хочу покоя И немного счастья Только и всего Я в порядке Я все улажу Я ко всему готова Видишь? Ты главное успокойся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Доброе утро, Мама Фатма Доброе утро, сынок Тахир, возьми Что это? Твои деньги Возьми А как же операция? Мы дождались Ильяс получил от меня нагоня И сразу нашел деньги Еще в пятницу Перед отъездом в Улудак Ильяс уехал в Улудак? Пусть отдыхает, пускай Пусть работает, зарабатывает и тратит Он каждую ночь приходит в час, в два часа ночи А порой вовсе не возвращается Но он одумался, к счастью Мы получили отдачу с лихвой Поэтому твои деньги не понадобились Спасибо Забирай их И возвращайся обратно Спасибо, Мама Фатма Тебе не холодно? Нет Как замечательно, что мы приехали Мне здесь хорошо Побудем здесь пару дней Я вернусь к операции Сибирь А ты останешься Я тоже поеду в Стамбул Я не оставлю вас там одних Умер, дед Я устала Пусть он тебе отдаст отчет И я посплю Не выдавай меня, ладно? Хелин уходит? Идем, посидим с тобой в кафе Хелин немного отдохнет А ты мне отдашь отчеты Что происходит? Она теперь с нами не разговаривает? Даже на звонки ты отвечаешь И зачем ты вызвал меня в такую даль? Я отвечаю на звонки Которые касаются работы, Умер Когда у вас топорились Или барахлили дела? Вы с ней так близки И теперь ты постепенно Прибираешь к рукам дела? Скоро ты нас отошьешь, да? Давай не будем смешивать дружбу с работой Пошли Субтитры подогнал «Симон» Устрои мне устный экзамен, учительница Я хочу устно рассказать тебе, что написано на этой карточке Прошу Нормин Дочка, ты с самого утра пьешь один кофе Смотри, я приготовила отличный суп Поешь Себе требуется горячая пища Давай, милая Дай мне чашку Чтобы все съела Ясно? Ответь мне, наконец Не отвечает Если бы я знал, что с ней Невероятно До нее никак не достучаться Знать бы мне, что у нее за проблемы Я тогда бы вел себя соответственно Давай съездим к ней домой Ну да Я нагляну домой к той Которая даже по телефону не отвечает Я люблю тебя, Айча Это что, постыдно? Это запрещено? Это грех? Оставь это, Усман Ты сначала разведись со своей женой Пусть она забудет тебя Я боюсь эту женщину Она бешеная Не ходи за мной Что это? После суда у меня все равно отнимут Имущество, деньги И все, что я имею Я решил подарить тебе на память Когда я останусь без денег Ты не посмотришь на меня Я решил в последний раз Почувствовать Каково делать счастливой Такую красивую женщину Ты зря надеешься Ты не расстанешься с той женщиной Она тебя не бросит Я тоже замужем Я люблю мужа Да я твоего тощего мужа Когда я разведусь Ты тут же отошьешь его, поняла? После развода Мы какое-то время поживем в Роси Поживем, но недолго У меня после суда будут На тебя серьезные планы Айча Пора ехать Я сыта по горло Пустыми обещаниями Сначала выполни их Звони, как разведешься Кстати У тебя хороший вкус Умер Откроем еще две трассы рядом со школой Земля подходящая Мы затратим 30 тысяч Но это окупится Клиентов много И кафе раскрутилось Рабочие толпами ходят туда посмотреть Правда Кафе нужно немного расширить Мы задумывали его для учеников Но дела разрослись Все сидят там Отлично Я выделю тебе 50 тысяч Ты начинай строительство трасс Ладно? И делай кафе Ну или что там тебе нужно? Но закончи до весны Чтобы заманить народ Перед соревнованиями Ты поедешь на соревнования? Конечно поеду Я не успокоюсь Пока не стану чемпионом Европы Хорошо, но Когда ты успеешь сделать столько дел? Насколько я понял Ты даже Для соревнований Не можешь выкроить время У тебя ко мне еще что-то есть? На ужин кое-кто придет Я не хочу опаздывать Попроси вот это подписать госпожу И все Ладно Она подпишет и отправит тебя Вечером приедут директора И мы все сделаем Как это? Делами теперь отсюда заправляют? На пару дней Мы скоро вернемся Я смотрю Ты окончательно спелся с Хелин? Да Мы с ней Отличные друзья Как обычно Вот козел Соблазнил Хелин И прибрал к рукам все дела Заморочил ей голову Подлый мерзавец Как я соскучился по внуку Уже несколько дней Тебя не видел Ты только посмотри Он вырос Малец вырос Стал большим медвежонком Только посмотри на нас На папочка Спасибо Держи его Ассия Папа не начинай Мы здесь живем с тетей Марьяман А господин Он жимшит в городе В ее доме То есть он оставил на вас Свой дом А сам переселился туда Да? Да Он не хотел Чтобы нас сплетничали Зачем чужому человеку Нарушать свой покой Ради вашего удобства? А что такого? Он хороший человек К тому же для нас Так гораздо удобнее Ресторан прямо здесь И ребенку комфортно Что ему от вас нужно, Ассия? Кто и кому в наше время Помогает безвозмездно? Что он замышляет? Стал бы он так просто помогать Ничего не ожидая взамен? Значит не все одинаковые Есть и те Кто безвозмездно делает добро Не бывает такого А тебе Вот-вот начнут судачить Возвращайся домой В суд ли ты подашь Разведешься ли Не важно Но только поскорее покончи с этим Так нельзя Послушай, я с трудом сдерживаю Зафара Он рвет и мечет И оставьте в покое этого человека Пусть он живет как прежде Возвращайся Хватит, папа Никто на меня не жалуется Я накоплю немного денег И сниму дом Теперь важен мой покой И то, чего я хочу Я только начала приходить в себя Прости, но Если вы хоть немного любите меня То оставьте меня в покое Я только перестала плакать Хватит Ассия Тебе что-то пришло Принесли в ресторан А я привела почтальона сюда Кажется повестка Парень подал на развод Субтитры создавал DimaTorzok Пусть все обойдется, дочка Ассия Прошу тебя, не расстраивайся Тетя, можешь посидеть с ним Я выйду, подышу свежим воздухом Конечно Субтитры создавал DimaTorzok Алло Господин Джамшит Ты можешь приехать Ассия пришла повестка Она очень расстроилась Сказала, что прогуляется и ушла Меня напугало ее состояние Нельзя оставлять ее одну Она пошла в горы Приезжай, прошу тебя Хорошо, Мариаман Ладно, я найду ее, не волнуйся Найду и пригляжу за ней издалека Сейчас Пошли, пошли Как дела, ребята? Тахир, привет Здравствуй А мы все работаем Заметно Заметно Вы стали сетью? И лес вообще не показывается Как можно столько работать? Давай выпьем с тобой пиво Произошло много чего интересного Заодно поговорим У меня настроение на нуле Давай, я согласен Отлично Давай пройдем в зал Субтитры сделал DimaTorzok Асье Ну что ты здесь сделаешь совсем одна? Это территория для охоты Еще кабан выскочит Тут нельзя ходить без ружья Идем Давай я прокачу тебя на машине Обещаю Я до жрта не раскрою Я с ума сойду от этих новостей Что Ильясу делать в Улудаге вместе с Келин? И не спрашивай От злости я не помню, как добрался до дома Он тусуется там в очках, как какая-то кинозвезда Я сидел как оплеванный Он будто стал главой холдинга Так выпендривается Я не смог подписать у Хелин документы Она помахала мне рукой издалека и ушла Что я мог ей сказать? Кто настраполил против нас с Хелин, я не понимаю Что за дела? Он постоянно отдает в дом деньги Все в порядке Козел Согласен Пусть делает с Хелин все, что хочет Пусть вытягивает из нее деньги И делает, что захочет Мне плевать Но зачем ты нам строишь козни? Мы твои враги? Мы же ради тебя тут вкалываем Как так можно? Нет, исключено Ильяс не из тех парней, кто вытягивает из женщин деньги Но я скорее эту женщину боюсь Кто знает, какую очередную немыслимую интригу она плетет? Да какая интрига? О чем ты говоришь? Они вместе, ясно как день Эта женщина отдала ему бразды правления бизнесом И дело с концом Вот что Мне это кажется, или там посреди поля стоит вкопанная дверь? Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, ладно, не плачь Дай я попробую Субтитры создавал DimaTorzok Тут должна была быть комната Мехмета А здесь Ильяс 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 Мечтал сидеть на кресле качалки с сыном на руках И смотреть на вид перед домом А это документ Который навсегда разлучит нас Не плачь Это не конец света Да, человеческие мечты рушатся Это нормально Такое бывает А потом приходят новые мечты Есть деревья, которые словно засохли Как тебе кажется Стоят как скелеты Ты думаешь, что дерево уже никогда не оживет Но приходит весна, и на дереве распускаются почки Если есть хоть малейшая надежда Оно оживает У тебя есть сын Не падай духом Пошли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА